Сейчас давайте продолжим, прошу. Что все это часть и доводители, что четыре из них действительно близки между собой. Мужество же сильно отличается от них всех. А что я правду поймешь, вот из чего. Можно найти много людей самых несправедливых, но шестивых, необузданных, невежественных, а вместе с тем чрезвычайно мужественных. Протогор прав, как мы видим. Мужество отличается от других добродетелей, и можно не обладать никакой другой добродетелью, в частности мужестью, чтобы быть мужественным. Мы также знаем, что и сам Протогор вполне себе мужественный человек. Как Сократ ему уже доказал, он не мудрый. Помните, он заявляет, что он объединил мужество и мудрость, когда выступил вперед. Когда отказался от приемов древних софистов. Сократ уже доказал ему, что это была ошибка, что это не мудрый поступок. Но тем не менее, Сократ не может доказать, что это был не мужественный поступок. Если Протогор мужественный человек, единственное, чему он может научить, это мужество. Но если он может научить мужество, зачем Протогор нужен Гиппократу? Ведь Гиппократ уже мужественный. А ведь мужество не проявляется, как Вы сказали, только на войне. Просто раз Протогор мужести не на мудрых, потому что он не стал скрываться и вышел вперед, это... Он подверг к себе опасности. Но это, можно сказать, самая важная война. Можно сказать, да. Почему тогда Гиппократ мужества? Сократ дает ему такую характеристию. Он погнался сам за лобом. Помните, да, эту историю? Это довольно опасное путешествие. Тем более в соседний город. То есть тупкость и мужество... Тупкость – это неумеренность, конечно. То есть вот эта вот неумеренность и мужество – это какая-то... Нет, 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 нет. Вы можете быть мужественным и умеренным. Но, как и говорит Протогор, есть множество людей несправедливых, неумеренных, не мудрых, не благочестивых, но при этом мужественных. Так уж получается, что Гиппократ неумерен и мужественный одновременно. Нет, мне просто кажется, что Вы подходите к тому, что мудрость и война, мужество, прошу прощения, и война не обязательно связаны. И хотя и мужество является военной доброводителем, в первую очередь оно означает способность идти на риск, да, бесстрашие. Ну, да, и из этого следует, что старики тоже могут быть мужественными. Из этого следует, что старики тоже могут быть мужественные. Что грозит старикам? От силы. От чего? От силы. Оно от старости, грубо говоря, да? Следовательно, в чем заключается мужество стариков? Потому что не может быть. Нет, все живые люди, только живые люди могут быть мужественными. Потому что они не боятся предпочтить смерть. Так мужество в том, что они пытаются себя как-то оправдать и становятся благочестивыми. Наоборот. Вот в том, что они вот этого не делают. Почему? Не становятся благочестивыми. Не становятся благочестивыми. Так наоборот, они же стараются быть благочестивыми. Они стараются быть благочестивыми, почему? Потому что им страшно. Ну, а мужество – это что, как непротивоположность страха? Да, если бы мужество. То есть, если старик не был честив, то он мужественный? Опять же, не обязательно. Но благочестивый старик точно не может быть мужественным. И бывают неблагочестивые и немужественные люди одновременно. А благочестивых вы мужественные? Не бывает. По крайней мере, среди стариков. Кроме того, вспомните Никки. И наоборот, вспомните Алкивиада. Алкивиада как раз и подразумевает в нечестии, в извородовании герм, статуй или извояний бога Гермеса. Мужественный ли Алкивиад? На все 100%. То есть, они иногда будут пересекаться случайно? Мужество и благочестие? Никогда. Я же только что привел вам... А, допустим, тоже жертвоприношение. То есть, это как бы мужественный поступок, потому что тебе страшно? Он благочестивый в смысле подчинения ритуалу. Подчинение ритуалу? Но не в смысле веры. Старик не только подчиняется ритуалу, старик верит. Старый добрый Никки не просто подчиняется ритуалу, он верит. Не, а если человек, допустим, даже если не брать стариков, то просто вот за боженику и бросается туда? Ну, это верно. Это может мужественный поступок, который есть также благочестивые люди? Является ли этот поступок мужественным? Это скорее чисто благочестивые поступки. Потому что мотивы мужественные у них отношения нет. Вы начинаете задавать все более и более сложные вопросы. Могут ли благочестие и мужество совпасть? Ну, просто этот поступок уже нельзя, но это не мужественный. Его обычно называют безумным, а человек его свящущего фанатиком. Ну, смотрите, а по логике случайно же совпадает? Почему случайно не могут совпасть? Нет, 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 нет. Речь идет уже не о поступке, а о человеке. Если речь не о поступке, а о чего, да, да, то это практически невозможно. То есть алкевиат – это единственный. И помните, что алкевиат у Платона, как и все у Платона, это идеализация немножко. Да, в прошлый раз я забыл вам сказать интересную вещь. Помните, когда Сократ говорит алкевиаду, ты станешь политиком только тогда, когда ты обретешь знания? Вот это вопрос, ответить на который возможно, если вы откроете то, что открою я, а я открою историю. Пославлю я вам историю. Увидимся. Да, открывайте историю, да, конечно. Ну, в логике реально, как мы знаем, совпало мужество и мудрость. Как мы надеемся. Как мы надеемся, да. Но то, что как бы для нас нашел образ алкевиады, Сократ толкнулся именно с алкевиадами в случае. Это абсолютный случай, да. А, да. То есть... Совпадение философии и политики – это случай, конечно. То есть теоретически могут быть еще такие же люди, как алкевиад, но более случая им не така была в лесу. Да, именно поэтому Платон начинает писать книги и менять стратегию. Вот. Не личная беседа, а книга. В этом случае, если книга сохраняется и продолжается, ну, любого мужественного человека, появившегося в любое последующее время, есть шанс объединить. Проблема в том, что книга тоже не на себя доходит. Ну, докажите, что вы мудрый, прощите книгу. Или вы имеете в виду... Я имею в виду, в принципе, книга, правда, факт. Не каждый ее читает. Не каждый ее читает. Ну, безусловно, ради споражения больше. Так, сейчас. Я должен был где-то зафиксировать то, что я вам хочу показать. И я зафиксировал это. Нет, не зафиксировал. Просто, потому что я замечал, что алкевиад – это прямо такое исключение. А может, мы просто не видели... Алкевиад – это исключение. И сейчас я постараюсь показать вам, почему. 89 – начало речи алкевиада. Но нас оно не интересует, нас интересует другое. 90 – 90. Страница 300 – настоящие, 300 электронные. Можно показать, что я считаю? Конечно. Касательно Сократа и алкевиада. Может быть, Сократ имеет в виду, что алкевиада дадет какие-то знания, но, опять же, эти знания будут не обо всем, а по типу... Только о самом важном. Это знания не могут быть обо всем, только о целом. Что является самым важным? Если природа человека существует, самым важным, конечно, является знание природы человека. Отсюда и обращение к человеку. Нет, они говорят о справедливости. Надо считать алкевиаду первого тогда. Нашли? 90. Такого-то свойства были возводимы на меня ложные обвинения. Теперь вы слушаете то, что подлежит вашему обсуждению. И в чем я, как более сведущий, могу быть вашим руководителем? Я могу быть вашим руководителем, потому что я более сведущий. Чувствуете сократизм? Прошу дальше. Мы отправились в Сицилию прежде всего для того, чтобы в размере возможности покорить сицилийцев. Следомием также и италийцев, а потом пытаться обладеть местностями подвластными корфегенянам. Это десятое дело. Да, это то, что он знает. Почему он знает, что они собрались в Сицилию, чтобы потом захватить корфеген, потом Африку, а потом мир? Потому что это ровно то, что он собирался сделать. Естественно, он это знает, потому что это его план, который афиняне начали реализовывать. Что касается денежных средств и свистных припасов, необходимых для более легкого осуществления всех этих планов, то одних новых завоеваний в Сицилии должно было быть для этого достаточно, не считая получаемых нами здесь доходов. Все это вы слышите от человека, самым точным образом, знающего, в каких видах предпринять настоящий покой. Оставшиеся в Сицилии стратеги с не меньшим усердием будут осуществлять эти планы, если смогут. Достаточно знающего человека. Почему спартанцам необходимо слушать Алкивяна? Потому что он обладает знанием. в 92-4. К своему государству я не чувствую в моем теперешнем положении, так как терплю одни и неправду. Я чувствую ее в то время, когда я безопасно жил в государстве. Да, я и не думаю, что иду теперь против такого государства, которое остается еще и моим Отечеством. Напротив, я желаю возвратить в себе Отечество, которого нет в меня более. Истинный патриот не тот, кто не идет против своего Отечества, и тогда, когда несправедливо лишится его, а тот, кто из жажды иметь Отечество, приложит все старания добыть его снова. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, вы безбоязненно воспользуетесь своими услугами во всех трудах и опасностях. Моими услугами. Моими услугами во всех трудах и опасностях, так как, конечно, вы постигли то соображение, которое напрашивается для всех само по себе. Если, будучи врагом, я сильно вредил, то, сделавшись другом, я могу быть полезен. Могу быть очень полезен, поскольку положение Аттинян я знаю, а ваши угады. Я знаю. Вы видите, на каких основаниях Алкивер доказывает спартанцам, что они должны его слушаться. А? Да, да, да. Он должен возглавить спартанские действия именно потому, что он обладает знанием. Его превосходство заключается в том, что он обладает знанием превосходства над ними, конечно. И это, на мой взгляд, хотя не доказанный, но точно единственный признак сократизма, Алкивериада, суки, то есть, все-таки Сократу удалось убедить Алкивериада в том, что знание является превосходством. Хорошо, давайте вернемся к протагону. Итак, протагон знает, что можно найти людей несправедливых, нечестивых, необузданных, невежественных, а вместе с тем чрезвычайно мужественных, потому что, в частности, сам протагон такой. Постой, сказал я, твое утверждение стоит рассмотреть. Называешь ли ты мужественных смелыми или как-нибудь иначе? Да, они отваживаются на то, к чему большинство боится и приступиться, сказал протагон. Протагон делает очень простую вещь. Он отделяет мужественных от гойпологи. Большинство не может быть мужественно. Мужественность – это добродетель очень узкого круга людей. Если благочестие, умеренность и справедливость необходимы всем, помните, как Зимов говорит? Гермес его спрашивает всем, он говорит, конечно, всем. То мужество – это удел немногих. Про мудрость пока ничего не сказано. Пусть так. А добродетель ты признаешь чем-то прекрасным? Ты предлагаешь себе именно как учителя этого прекрасного? Самого, что именно есть прекрасного, если только я не сошел с ума? Достаточно. Сократ лжет, и протагон лжет. И мы знаем, почему. Почему? Начните с Сократа. Почему Сократ лжет? Что не так с заявлением Сократа? А может, Сократ не грязит? Нет, 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 нет. Чему учит протагон вот из этого предложения? А, что он учит прекрасного? Нет. Добродетели. Где протагон говорил, что он учит добродетели? Возвращаемся назад. Есть два типа людей. Дюнаминой и Гой-Полой. Сильные и большинство. Добродетель для кого? Для большинства. Для большинства. Для большинства. Протагон не идет к большинству. Протагоны не интересуют большинству. Для кого? Для дюнаминой. Что протагон прилагает? Для дюнаминой не добродетель. Что для него? Политик это хне. Политическое знание. Вспомните, Сократ говорит. Политик это хне не признается большинством. То есть он говорит о политике это хне и большинстве. А как только речь заходит о дюнаминой, о Перикле возникает что? Добродетель. Протагон говорит. Все не так. Добродетель это для большинства. А для меньшинства политик это хне. И протагон это знает. И Сократ это знает. Протагон не учит добродетеля. Это не интересует его вообще. Но Сократ лжет. Почему лжет протагон мы поймем немного позднее. Но сначала нужно понять в чем он лжет. Прошу вас. Еще раз. Прикупил протагон. Пусть так. А добродетель ты признаешь чем-то прекрасным. И признадаешь себе именно как учитель этого прекрасного. Самый простой именно есть прекрасного. Если только я не сошел с ума. Достаточно. Первое замечание, которое надо указать. Прекрасное возвращается. Помните, что такое прекрасное? Самое. Это понятно. С чем прекрасное это связано? С мудростью. Теперь оно связано не с мудростью. А с чем? С любой добродетелью. Если добродетель, как кусок золота, владея одной, вы владеете всей, то получается, что какой бы добродетель вы не владели, вы будете прекрасным. Что же отвечает протагон еще раз? Самого. Что не наесть прекрасного. Если только я не сошел с ума. Угадайте. Ведь протагон уже говорил нам что-то, а сошел с ума. А безумие. Помните где? И в каком контексте? Нет, не помню. 423 А, Д. Занется 201 настоящая или 212. Чтобы ты не думал, будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательство того, что все люди в сущности считают всякого человека причастным к справедливости и прочим гражданским добродетелям. Политическим. Прочим политическим добродетелям. Ведь насчет прочих качеств дела обстоит так, как ты говоришь. Если кто скажет про себя, что он хороший флейтист, или пришлет себе другую какую-нибудь, любишь себе какое-нибудь другое мастерство, какого у него нет, то его либо поднимают одну осмех, либо сердницу. И даже домашний приходит и вещевает его, как помешанец. И даже подобные ему, то есть представители той же профессии. Когда же дело касается справедливости и прочих политических добродетелей. Спасибо. Тут даже если человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет сам о себе говорить всенародную правду, то такую правдивость, которую в другом случае признавали рассудительностью, все сочтут безумием. Ведь считается, что каждый, как он ни был на самом деле, должен разглашать себя справедливым. А кто не прикидывает и справедливым, тот не в своем уме. Итак, теперь вы понимаете, к чему эта отсылка в словах Протогора, если только я не сошел с ума. Добродетель прекрасна, говорит Протогор, и я вынужден это признать, потому что если я этого не сделаю, ничего хорошего меня не ждет. Только сумасшедший скажет правду. А именно, что добродетель не может быть прекрасной вся. Или, что часть добродетели, а именно благочестие, умеренность и справедливость, не являются прекрасными. Заметьте, что мы не раз уже говорили, что умеренность и справедливость и мудрость не совпадают. И что мудрый часто оказывается несправедливым, а иногда оказывается справедливым. И так далее, и так далее, и так далее. Но если добродетель это прекрасно, является прекрасной, то тогда каждый раз нам придется сказать, в какой-то момент мудрый оказывается уродливым. И чаще он оказывается уродливым, чем не уродливым, чем прекрасным. Или, что еще хуже, нам придется сказать, что мудрец одновременно является и прекрасным, так как он обладает мудростью, и уродливым, так как он несправедлив. Это невозможно. Поэтому протогор указывает нам, что он не сошел с ума и, естественно, вынужден солгать. И так они оба лгут. Но только потому, что Сократ вынуждает протогора лгать. Он не может сказать ничего другого. Что же в ней? Кое-что безобразно, а кое-что прекрасно, если все целиком прекрасно. Целиком прекрасно, насколько возможно. Заметьте, он все еще продолжает квалифицировать целиком прекрасно, насколько возможно. Но известно ли тебе, кто смело погружается в водоемы? Разумеется, водолазы. Потому ли, что они люди умелые или по другой причине? Потому что умеют. А кто смел в конной схватке? Всадники или пешие? Всадники. А с людьми щитами кто смелее? Фильтасты или прочие воины? Фильтасты. И во всем остальном это так, если ты до этого доискиваешься. Следующие смелее, не следующие. И даже смелее, чем сами были до того, как обучились. Достаточно. Три примера. Водолазы, всадники и... Пильтасты. Кто в центре? Всадники. Всадники. Объяснено ли, почему смелые водолазы? Потому что... Да. Объяснено ли, почему смелые пильтасты? Потому что... Объяснено ли, почему смелые всадники? Небогатые. Всадники небогатые. Всадники это кто? Всадники это задавитая молодежь. Нет больше никого. Объяснено ли, почему смелые всадники? И понятно почему. Почему? Потому что в их случае речь идет о мужестве, а не о знании. Известно ли тебе, кто смело погружается в водоемы? Кто не боясь погружается в водоемы? Водолазы. Потому что они умелые? Да, потому что они умелые. А с легкими щитами кто смелее? Пельтастые или прочие воины? Пельтастые, потому что они более сведущие. А кто смел в конной схватке? Всадники или пешие? Всадники. Никакого объяснения этому нет. И мне кажется абсолютно ясным почему. Протогон уже понял, куда клонит Сократ. Что смелость или мужество и знание – это одно и то же. Что не боится тот, кто знает, что будет дальше. А видел ли ты таких, кто вовсе не сведущ ни в чем в этом, однако же бывает смело в любом деле? Да, видел. И при том очень много смелых. Значит, эти смельчаки мужественны. Такое мужество было бы, однако, безобразным, потому что эти люди иступлены. Иступлены. Отлично. Смотрите внимательно. К чему пришел протогон только что? Потому что добродетель не является прекрасным. Именно поэтому он… А он только что признал, что она является прекрасной. Именно поэтому он вынужден признать, что эти мужественные люди не могут существовать, потому что такое мужество было бы безобразным. Ну, разве ты не назвал мужественных смелыми? Я тебя утверждаю и сейчас. И все же эти смельчаки оказываются не мужественными, а иступленными. А немного раньше было сказано, что всего смелее самые следующие, а раз они самые смелые, они наиболее мужественные. На этом основании вышло бы, что знание – это мужество. Итак, существует два вида мужества. Хорошее мужество и плохое мужество. Хорошее мужество сформировано смелостью, которая, в свою очередь, формируется знанием. Плохое мужество не сформировано смелостью. Плохое мужество не сформировано знанием. Чем сформировано плохое мужество? Смелостью. Самим собой Протагол вынужден признать его безумным По одной простой причине Если он скажет, что оно не безумное То он сам окажется безумным Почему? Потому что тогда он признает, что добродолитель бывает уродливый А только безумец Да, да, хорошо На этом основании Вышло бы, что знание это мужество Ты неверно припоминаешь Сократ Отлично, и протагол ловит Сократа На логической ошибке Но эта логическая ошибка С одной стороны глупа, а с другой стороны нужна Для того, чтобы они наконец-то с Протагором Объединились Когда Сократ бы доказал ему, что мужество Это знание Сократ лжет, то есть ошибается Ради справедливости А именно объединений мудрых Вместе против толпы Протагор не лжет Он честный Но потому оказывается несправедливым Мудрецы, дерущиеся между собой Это несправедливость Последний выбор, который дал Сократ Протагору Показывает, что Протагор не будет объединяться Если его не заставить И все, что будет дальше Это будет сплошное насилие над Протагором То есть Чтобы объединить Философию и софистику Сократу придется поступить Несправедливо Придется насиловать Протагора Но ради Абсолютно справедливой цели Цели защиты францов Неверно ты вспоминаешь, Сократ Что я говорила Отвечал тебе Ну подождите Сократ сокрушает Протагора Что Сократ сокрушает Вместе с Протагором? То, что олицетворяет Протагор Новую, а? Не просто софистику О новую эру просвещения Если древние просвещали Тех, кого не хотели просвещать Тихо Скрываясь Тайно То Протагор Начинает Настоящую эру просвещения Он просвещает всех открыто Как французское просвещение Помните? Замечательное французское Ну вы не помните Вы узнаете о нем В ближайшее время Сократ выступает Против этой стратегии Это провальная Это мужественная стратегия Но именно поэтому Это провальная стратегия Это безумная стратегия Просвещение Не может быть публичным Оно не может быть доступным Для всех За деньги Оно не может быть Открытым для всех Просвещение Должно быть Таким Каким оно было Классическим В стратегии сокрытия В стратегии Умолчания В стратегии Прикрывательства То есть Притворства По отношению к самому себе Именно потому Что Протагор выбирает Новую стратегию Протагор должен быть уничтожен. И отказывается принять старую, и он будет уничтожен. Но возникает вопрос. Протагор не может вернуться обратно. Его нельзя уговорить снова начать скрываться. Почему? Потому что он уже всем все рассказал. Помните, как он только что выдал в самом начале разговора первого живого софиста, да? Он еще жив. Зачем-то это... Сократ сказал о мертвецах. А Протагор выдал живого. Одного живого. То есть назвать гумер софиста, это еще непонятно. Бабушка на двое сказала. А в случае с живым человеком его же можно спросить. Протагор не может вернуться назад. Поэтому просвещению софистическому должна быть предложена новая стратегия. Эта стратегия будет гедонизмом. О чем мы поговорим позже. Ты спросил меня, смелый или мужественный? Я признала, что это так. Но ты не спрашивала, мужественный или смелый. Если бы ты тогда задал такой вопрос, я сказал бы, что не все. Помните в обсуждении Симонидо агафос и эсфлос? Разница в словах. Агафос означает одно, эфлос другое. Но по идее и то, и другое означает хорошее. Тогда Протагор не делал различия между словами. Теперь делает. Ты спросил меня, смелые или мужественные. Но ты не спрашивала меня, мужественный или смелый. Классические гермонетические круги. Все логистики. Продолжим. Ты ничуть не доказал, что я говорил тогда неправильно. Что мужественный или не смелый. Далее ты указываешь, что люди умелые, смелее неумелых и смелее, чем были сами до обучения. И отсюда ты выводишь, что мужество и знание – это одно и то же. Применяя такой способ, ты бы мог вывести, что и крепость тела – это тоже знание. Смотрите, Протагор ловит его. Ловит криво, но все равно ловит. И сперва по этому твоему способу ты задал бы мне вопрос, сильны ли крепкие люди. Я сказала бы, что да. Затем ты спросил бы, сильнее или умеющие бороться, чем те, кто не умеет бороться. И чем они были сами до того, как научились. Я сказала бы, что да. После того, как я это признал, ты бы мог в пользу с точно такими же доводами сказать, что согласно моему утверждению, знание есть телесная крепость. Между тем, я ни здесь, ни вообще нигде не признаю, будто сильные люди крепки. Зато крепкие сильные. Ведь это не одно и то же сила и крепость. Первое, то есть сила, возникает и от знаний, и от мистерства, и от страсти. Заметьте, сколько появляется прекрасных определений. Крепость же от природы и развития тела. Точно так же и в том случае смелости и мужества не одно и то же. Поэтому мужественные бывают смелыми. Однако не все смелые и мужественные. Ведь смелость возникает у человека и от материнства. И от мистерства. И от мистерства, и от страсти, и мистерства. Как и сила, мужество же от природы и развития души. Сейчас мы все это обсудим. Начнем с проблемы с логикой. Какова логика Сократа? Она очень простая. Знающие смелы, следовательно, знание равно смелость. Какова логика Протагора? Сильные крепки, знающие смелы, следовательно, сильные равно знающие. Чувствуете разницу, да? Знающие смелы, поэтому знание равно смелость. Вообще никаких проблем. У Протагора по-другому. У Протагора классический силогизм. Все сильные люди крепки. Все знающие люди сильны. Следовательно, все сильные люди знающие. Это другое дело. Это не касается нас. Теперь второе. Что касается того, о чем говорит Протагор. Еще раз, точно так же, прошу. Точно так же и в том случае. Смелость и мужество не одно и то же. Потому что мужественные бывают смелыми. Однако не все смелы мужественны. И смелость возникает у людей и от мастерства, и от страсти и мистерства. Как и сила. Мужество же от природы и развития души. Достаточно мужества же от природы и развития души. Мужество обеспечивается двумя вещами. Естественной предрасположенностью и обучением. Это ровно то, о чем говорит Протагор. Помните, когда он говорит о сыновьях флитистов? Нужно иметь талант и учиться. И тогда, возможно, у тебя получится. Что это за развитие души? Что развивает душу? Обращаемся к 331-С. Помните в самом начале, что Сократ говорит по поводу души? Иппократу. Или Шанчеву. Не так. Что развивает или губит душу? Пища для души. Да, 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 да. Знания, знания. Если знания развивают душу, то мудрость и мужество связаны напрямую. Если, конечно, знания и мудрость совпадают. Протагон говорит, политические добродетели происходят не от природы. Они происходят от развития души. То есть от знания. То есть от мудрости, если знание и мудрость – это одно и то же. Другое дело, вспомните, что ведь именно это он и заявляет, что политика Техне для сильных, для динаменной и составляет знания. Но оно доступно не для всех, а только для тех, кто при этом обладает талантом. Протагон не говорит, что мужество и мудрость – это одно и то же. Протагон говорит, что чтобы стать мужественным, человек должен дополнить естественные предрасположенности к неким знаниям, некой мудрости. Откуда происходит мужество? Из двух источников – из природы и от знания. Откуда происходит мудрость? Один разум. Тогда получается, что мудрость не является природной, не является естественной. Ей можно научиться. Да, она полностью искусственная. Так мужественным можно стать тоже с помощью знаний. То есть должна быть предрасположенность туристовата? Да, да, но знаний недостаточно. Только тот, кто имеет природную расположенность, может обратиться, может, дополнив ее знанием, стать по-настоящему мужественным. Иными словами, мужество более крепкое и более элитарное, более высокое, чем мудрость. Мудрость доступна абсолютно для любого. Знания доступны абсолютно для любого. Мужество недоступно для любого. В принципе, недоступно для любого. Мужественным может стать только тот, кто естественно предрасположен и научен. Возвращаемся к алкевиаду. Вы напрашиваете, что у нас точно не есть предрасположенность? А что ему говорит Сократа Алкевиаде первым? Что он за ним наблюдал, и он... Да, и что он станет реализовать свои амбиции только если... Ему должен помочь Сократа. Ну, если у него будет знание, да, которым с ним поделится Сократ, конечно. Красивый, родовитый, богатый. И мы теперь должны дополнить это чем-то еще. Естественно, предрасположенный. То есть, обладающий особой природой. Ну, талантливый, да. Но я хочу сказать, что только мужественный человек – это человек, выделяющийся над остальными своей природой. Все остальные люди абсолютно одинаковые. И тогда мы возвращаемся к тому, что мы читали в Тимеи. В сумме государства. О ком? Смотрите, помните, да, гигантское государство, которое, согласно, в Тимеи суммирует четыре предложения. О ком мы говорим в государстве на самом деле? О стражах. Только о стражах. Почему? Потому что только они обладают мужеством. Весь диалог государства – это идеальное государство, цари, философы и прочие мелкие детали посвящены только одному – посвящены мужественным людям. Это значит, что к естественной цели ближе всех только те, кто обладает естественной предосположенностью. Это значит, что единственные ценные люди – это те, кто обладает естественной предосположенностью. И потому они являются такими ценными, и потому им посвящено государству. Философии нужны такие люди, как Алкивиад. Она не может существовать без покровительства таких людей, как Алкивиад. Которые имеют естественную... Если мудрость – это знание, тогда оно доступно всем. И значит, мудрость не может быть интересной. Зачем тогда? Чтобы сделать естественно предосположенных мужественными. Чтобы окончательно раскрыть их потенциал. Вспоминайте профилактиста. Некий человек может быть талантливым флитистом. Но если он не будет учиться, никогда хорошим флитистом он не станет. То есть, если он не получит знания, хорошим флитистом он не станет. Но как мудрость могут получить такие мужества? С помощью знания. В том-то и дело, что мужество отличается от всех остальных добродетелей тем фактом, что оно не просто знание, а знание при естественной предосположенности. Сейчас Сократ нам расскажет, что есть хорошие страхи, а есть плохие страхи. И хороших страхов бояться нормально и нужно, а плохих страхов бояться не нужно. Это значит, что человек, естественно, предосположенный к мужеству, не боится вообще ничего. Но если это так, чем он отличается от сумасшедшего? И значит, чтобы он чем-то отличался от сумасшедшего, он должен знать, каких страхов действительно нужно бояться, а каких нет. Никий перестает быть мужественным в тот момент, когда он начинает бояться богов. В тот момент, когда начинается поражение. Но это отдельный вопрос. Я просто указываю. Посмотрите на то, как это происходит с Никем, если у вас есть такая шуань или возможность. И наоборот. Алкивиат напрямую связан с нечестием, алкивиат напрямую связан с неумеренностью и алкивиат напрямую связан с несправедливостью. Потому что что он хочет сделать со своим родным городом? Он предает его потом. Конечно, он хочет совершить величайшую несправедливость на свете. Он хочет свергнуть режим и поставить себя во главе. Но это возможно не потому, что он естественно предрасположен, а потому, что его естественная предрасположенность была дополнена знанием. Хорошо. Есть вопрос. Почему мужественные не могут сами учить мужество? То есть как бы мужественно... Если мужественно... Если знание доступно всем, получается, мудрецы не нужны. Или также можно сказать, что... Если знание доступно всем, то мудрецы не нужны. Если знание доступно всем, то демократия... Смотрите, первое. Мы думаем, что если знание доступно всем, или... Давайте с этого начнем. Если знание доступно всем, демократия отразутствует. Мы все знаем, как надо поступить. Это то, что... Ксенофон бросает в упрек Платону. Помните, когда в экономике говорит, любой рыбак, отъехав от берега, может увидеть, где земля плодородная, а где безродная. Помните эту историю? Вспоминайте Платона и корабли. Если гибнет кормчий капитан, мы не совещаемся, мы не выбираем нового. Мы спрашиваем, ты знаешь формат фарвата и умеешь управлять кораблем? Тогда ты новый капитан. Если знание существует, то только знающий может быть политическим лидером. Сенофон говорит, нет, все не так. Потому что знание, о котором идет речь, это не профессиональное знание, как управлять кораблем. Вообще, как управлять кораблем, это техническое знание, второстепенное. Знание, о котором идет речь, куда мы плывем. Любой простой человек, любой представитель толпы может сказать, где лучше жить, а где хуже. Иными словами, остановите человека на улице, спрашивайте его, где лучше, в США или в Северной Корее? Если знание доступно всем не как технет, а как эпистемы, то есть просто как знание, как таковое, не как наука, не как мастерство, не как искусство, а просто как знание, тогда демократия должна работать на все 100%. И забегая вперед, именно так оно и будет, потому что ровно так будут думать просвещенцы 18-19 веков. Знание доступно всем, его надо только донести. Как только мы его донесем, будет демократия. А так оно ровно и происходит. Как только просвещенцы заканчивают свою работу, начинается французская революция. Король превращается сначала в гражданина, а потом в труп. По понятным причинам. Так начинается демократизация Европы и гибель монархии и царизма. Видна стратегия, да? Теперь другая стратегия, о которой на самом деле говорит Сократ. Проблема заключается в том, что если вот в этой ситуации всеобщедоступного знания и всеобщеперерабатываемого знания существует определенная природа, которая делает какую-то группу людей лучше, чем все остальные, демократия снова перестает работать. Вне зависимости от того, является знание доступным или нет. Если существуют люди, которые приближаются к естественной цели, естественной цели, то они явно находятся выше, чем все остальные. Если они находятся выше, чем все остальные, они являются лучшими, чем все остальные, и, следовательно, должны служить ориентированными для всех остальных. То есть, должны быть, все остальные должны быть им подчинены. Демократия не может существовать в таком случае. Хотя знание является общедоступным. Теперь следующий шаг, о котором вы спрашиваете. Если знание общедоступно, зачем нужен мудрец замечательному мощному человеку, ну, потенциально мощному человеку? И тут мы возвращаемся к апологии. Это так, то есть, мудрецы не нужны, естественно, предрасположенным к мужеству людям, только в том случае, если знание существует. На что, говорит Сократ, его нет. И мы снова возвращаемся обратно к катастрофе. Если его нет, значит, демократия должна существовать. Потому что мы все оказываемся в равной ситуации. Но этого не может быть, потому что ситуация неравная. Есть, естественно, предрасположенные люди, предрасположенные к мужеству и потому к господству. То есть, мужество из этого вытекает только в естественном предрасположении? Нет. Но тогда мужество должно быть дополнено чем-то. Чем-то именно это что-то обеспечивает предрасположенному. Сократ точно не касается чего-то другого, кроме знания. В частности, знание и незнание. Тогда философ нужен политику. Если вы спросите политика сейчас, нужен ли ему философ, он ответит нет. Абсолютно не нужен. Их нет. Не потому, что он знает, а потому, что мы существуем. Ну да, да, да. Допустим. Потому что он думает, что знает. Ну так и Алкивят думает, что знает. И Сократ его развенчивает. Вдруг вы прочтете Алкивят первый, если пожелаете. Но ведь Сократ не это Алкивят говорит, а значит говорит что-то другое. Либо он его обманывает. Но мы не верим, что можно обманывать Алкивят. Потому что даже Перикл не смог его обмануть. То есть он не поддался даже шарму Периклу. Это прямо сказано в Алкивяте первом. Почему, если его два сына и твой брат так испорчены, Перикл, почему ты не испорчен? Я его не слушаю. Ответ простой. Я настолько чистолюбив, что его слова пролетали мимо меня. Слова Сократа не пролетают мимо. Значит, Сократ и философия состоят в чем-то другом. Я запутал вас, да? Я надеюсь. Нет? Нет. Мы теперь знаем, что знание нет. Как так? Я так пытался. Что происходит? На вопросы с Эфими. А, ну хоть что-то хорошее. Хоть чего-то я достиг. Хорошо. Нет ли у вас вопросов сверху? Ну, давайте продолжим тогда. Считаешь ли ты протогор, что одним людям живется хорошо, а другим плохо? Да, считаю. Что это было только что от протогора? Это был не короткий ответ, ведь правильно? Это скрытая короткая. Нет, 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 нет. Если это не короткий ответ, это что? Это длинная речь. В прошлый раз, когда протогор произнес длинную речь, Сократ пригласил, что он уйдет. В этот раз он не говорит ничего про длинную речь. Второе. Сократ не отвечает на претензии протогора вообще. Он как бы начинает новую тему. Почему? Чтобы показать нам и Алкевиаду, что протогор попал в самую цепь. Сократу нечего ответить. Он не может ничего сделать. И пожаловаться на длинную речь он тоже не может в данной ситуации. Случается так, как сражение Сократа? Протогор нашел на что-то реально серьезное. И протестовать против этого нельзя, потому что если начнут протестовать, они начнут это обсуждать. Если они начнут это обсуждать, они придут к выводам, которые Сократа не устраивает. Тем выводам, к которым мы с вами должны прийти и потихонечку двигаемся. Хорошо ли потом и ждут за человеку, если жизнь у него полна огорчений и страданий? Конечно, нет. А если он окончил жизнь, прожив ее приятно, и кажется тебе, что таким образом он хорошо прожил? Разумеется. Значит, жить приятно – благо, а жить неприятно – плохо. Итак, Сократ переходит к гидронизму. Да, все правильно. Да, если человек живет, наслаждаясь прекрасно. Что же дальше протогор? Жить приятно – благо, а жить неприятно – зло. Это нормально. Протогор, как вы видите, не согласен с этим. Он чисто любив. Жить приятно, наслаждаясь прекрасным, не просто приятным. Протогор не соглашается с отождествлением блага и удовольствия. Есть нечто благородное. В данном случае слово колосс еще и значит благородным, чем-то благородным. Извините, а можно здесь перенести определение прекрасного на ранее упомянутую прекрасную мудрость? Мудрость как нечто прекрасное. Да, то есть… А, наслаждаясь мудростью, вы хотите сказать? Да, хорошо, это возможно. Они признали, что мудрость – это да. Да, 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 конечно, но он же софист, то есть мудрость, как еще. Что же дальше, протокол? Называешь ли ты вслед за большинством некое удовольствие зло, а некоторые страдания благом? Я вот что хочу сказать. По-твоему, приятное не благо только потому, что оно приятно, и не потому, что может повлечь за собой другие последствия. И то же самое с тягостным. Ты думаешь, будто оно не зло только потому, что оно тягостно? Заметьте, что большинство не оказывается генетистичным. Называешь ли ты вслед за большинством некоторые удовольствия злом, а некоторые удовольствия благом? Давайте, я вот что хочу сказать. Я вот что хочу сказать. По-твоему, приятное не благо только потому, что оно приятно, а не потому, что может повлить за собой другие последствия. И то же самое с тягостным. Ты думаешь, будто оно не зло только потому, что оно тягостно? Не знаю, Сакар, должен ли я ответить так же, прямо, как ты спрашиваешь. Все вообще приятно и хорошо, а все тягостно и плохо. Мне кажется, что не только для ответа сейчас, но и для дальнейшей моей жизни надежнее мне сказать, что бывают и такие удовольствия, которые не хороши, и в свою очередь такие тяготы, которые не плохи, но бывают наоборот. Третий же случай. Ни то, ни другое, ни зло, ни добро. Сократ снова пытается вытянуть его на диалектику. То есть на выбор одного или двух. Но протагор продолжает снова квалифицировать. И причем продолжает, заметьте, из чувства безопасности. Не только сейчас, но и для дальнейшей моей жизни надежнее сказать не то, что я думаю, а то, что будет более безопасно. А именно, что не всякое приятное хорошо и не всякое неприятное плохо. Вспоминайте пример с навозом. Который неплохо выглядит, но является дуантом для растений. И при том, не благом для растений, а благом для корней растений. Потому что, если вы начнете сыпать навоз на ветви, он все погубит. То же касается и, к примеру, оливкового масла, как вы помните. Протагор квалифицирует и потому скрывает свою точку зрения. Настоящую. Ну, так или иначе. Вопрос, почему надо скрываться? Это вопрос, на который мы отвечали уже или пытались ответить, но сейчас должны прояснить позицию. Сокрытие также существует два вида. Сокрытие из личного страха и из справедливости. Симонит не скрывается. Или, вернее, скрывается, критикуя Питака. Протагор же не скрывается. Протагор говорит, что скрываться не надо. Если скрываться не нужно, то между политической жизнью и благом нет разницы. Между ними существует гармония. И тогда лучшая жизнь, очевидно, политическая. Если скрываться нужно, то между политической жизнью и знанием существует напряжение. Но тогда политическая жизнь не является благом. Какая жизнь является благой? Это решающий ответ на вопрос об идеальном греческом государстве. Об идеальном государстве классической политической философии. Потому что в зависимости от того, какая жизнь является благой, нам придется, соответственно, строить государство. Потому что очевидно, что хорошее государство это то государство, которое обеспечивает благую жизнь. Двигаемся назад. О ком мы все это время сейчас говорим? О мужественном человеке. Если мужественный человек и есть та вершина, куда мы стремимся, и мужественная жизнь, и есть благая жизнь, то какая жизнь выступает вперед? Политическая или не политическая? Политическая. Политическая. Но ведь не просто политическая. А какая? Военная. Правильно, правильно. Идеальное государство тогда оказывается каким? Государством военному лагерям. Да. Которое занято только одним – войной. Если идеальное государство занимается войной, занято только войной, то очевидно, что все остальные государства, стремящиеся к позиции идеального, заняты именно этим. Таким образом, война оказывается центральной частью политической жизни. Говорит ли что-нибудь по поводу войны про Тогор? Говорит, говорит, говорит. Это 325-б. Мы доказали, что они считают возможным обучать этой добродетели в домашнем быту и в общественном. Хотя возможно учить добродетели и развивать ее, неужели дети научат учить своих сыновей для всем вещам, неведение которых не карается смертной казнью, между тем, как и детям, если они не научены добродетели и не воспитаны в ней, угрожают смерть. Изгнание и, кроме того, потеря имущества, слово полное разорение дома. Неужели они не станут учить их этому со всей возможной заботливостью? Надо полагать, что станут сократы. Пока родители живы, они с малолетки учатся, выразумевляют своих детей и делают это до самой своей смерти. Чуть только ребенок начинает понимать слова, и кормилица, и мать, и дядька, и сам отец бьются над тем, что он стал как можно лучше, учая его и показывая ему при всяком деле и слове, что справедливо, а что не справедливо, что прекрасно, что гадко, что благочестиво, а что нечестиво, что можно делать, аж чего нельзя. И хорошо, если ребенок добровольно слушается. Если же нет, то его, словно кривое, согнувшись, и тревцово упрямляют угрозами и побоями. А потом, когда посылают детей к учителям, являются учителем гораздо больше заботиться о бакандаре детей, чем о граммите и ремиде фаре. Учители об этом и заботятся. Когда дети усвоили буквы и могут понимать написанное, когда той поры понимали слово, они кладут перед ними на скамье творения хороших поэтов, чтобы те их читали и заставляют детей заучивать их. А там много наставлений, много получительных рассказов, содержащих похвалы и прославления древних. Древних доблестных мужей. Ребенок, соревнуясь, подражает этим мужам и стремится на них походить. Ага. Кроме того? Кроме того, посылают мальчика к учителю гимнастики, чтобы крепость тела содействовала правильному мышлению и не приходилось бы из-за телесных недостатков рыбить на войне и в прочих делах. Рыбить на войне и в прочих делах. Достаточно. В чем должно состоять обучение в таком государстве? В грамм, что? Нет, ровно в том, в чем оно состоит в Спарте. Открываете Гиппи меньше. Если я не ошибаюсь, не открывайте. И читаете там, как Гиппи, только что вернувшийся из Спарты, жалуется Сократу. Когда Сократ спрашивает, за что тебе платят в Спарте? Чему ты учишь? Может быть, астрономии? Гиппи говорит, может быть, математики? И Гиппи говорит, нет, эти вообще ничего не... Может быть, грамматики? Нет, они не умеют этого делать. Хорошо, скажи, чему же ты их учишь там за деньги, за такие большие? Гиппи отвечает, больше всего, что они от меня требуют, это рассказы о древних героях и их подвигах. Частью обучения души или упражнения души являются именно эти хорошие поэты, прославляющие героев древности, доблестных мужей древности. Если на вершине естественной иерархии находится мужественный человек, а мужество является добродетелью войны, то очевидно, что государство в целом хорошее государство, в котором живут хорошие люди, должно быть направлено к войне. Это значит, что все государства должны быть так или иначе направлены к войне, но идеальное будет государством военным лагерем. Если при этом мужественная душа требует для себя или задатки мужеского человека требует для воплощения мужества какой-то тренировки, то есть тренировка будет только с точки зрения протокола отчасти отчасти да. И тогда вы понимаете, какой второй метод обучения используемый протоколом. Космос. Нет. Мы же читали. Первое это что? Нет. Нет. Протоколом. Не обучение вообще, а протоколом. С чего начинает протокол? Что Сократу не нравится как метод обучения? Ну, как метод обучения это метод какой? Длинная речь, а вторая это какая? Второй какой метод обучения? Анализ поэзии. Поэзии древних. Протокол и его обучение заключаются отчасти именно в этом. Когда Гиппократ идет к протоколу, получается, он идет к тому, кому нужно. Получается, Гиппократ не ошибается. Он мужественный, мужественный от природы. Все, что ему нужно, это правильный пример перед глазами, пример хороших героев древности, который может дать ему протокол. Более того, помните второй пример, о котором говорит протокол, помимо доблестных героев древности, на кого еще они должны равняться? Эти дети сильнейших. Дети сильных. Нотцов. Если надо равняться на отцов, протокол не нужен. 326 Д. Подобно тому, как учители грамотно сперва намечают грифелем буквы и лишь тогда дают пищу и дощечку детям, еще не искусно в письме, составляя их обводить эти буквы. Точно так же и государство начертав законы изобретения славных древних законодателей. Достаточно славных древних законодателей. Кто из присутствующих живой законодатель? А кто ? Ну я нет, 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 протокол и тогда Гиппократ попадает в точку второй раз. Но этот протокол говорит, знает, зачем Гиппократ пришел. итак, что же это за знание, которое необходимо с точки зрения протокола талантливым для того, чтобы стать мужественными? А если насылают к законодателям? Ну не только к законодателям. Не политическое? Нет, а в первую эту очередь кому насылают? Давайте так. Все это знание политическое, потому что мы уже сказали, что политика и мужество связано. герои древности. Ну герои древности, да, герои древности. Так что же это за знание-то? Нет, нет, спасибо Господь. Что из себя представляет история как знание? Примеры. Да, 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 и ничего больше, примеры. Все, что это за знание? Это знание примеров. С точки зрения протокола больше никакого знания для упражнения души не нужно. Иными словами вы просто должны знать, как поступает мужественный человек, чтобы быть мужественным. Но мужественный это в смысле великий герой прошлого. Давайте я немного отвлекусь и включу свою любимую тирану, так как мы уже должны заканчивать, время осталось немного. Вспомните, пожалуйста, вторую ситуацию, когда кто-то создал величайшую в истории империю. На кого похожи Афины, как морская держава? На какую из... А? На без. Нет, морская держава. Назовите вторую морскую державу в истории Европы. Великобритания. Это же и самая большая в мире империя, империя, над которой никогда не заходит солнце. Как была создана эта империя? Путем обучения в паблик скулз, так называемые. Чему учили в паблик скулз? Я говорил вам, я рассказывал вам этот пример. несколько простых предметов. Музыка, спорт, хорошо. И последний, больше ничего не нужно. Там было что-то очень странное. Латыни греческий. Нет, музыка значит была очень странная. Музыка была очень странная. Чтобы поступать как цезарь, надо просто знать как цезарь поступал. Больше ничего не нужно. Ни один из этих предметов кроме истории не имеет никакого отношения к политике. Не спорт, но спорт воспитывает командный дух и умение управлять людьми. Ну ладно, ни музыка, ни уж тем более греческий с латынью, только история. Греческий с латынью нужен не за этим, он нужен для дисциплины ума. Это мертвые синтетические языки. Вы не выучите синтетический язык, если вы не способны к дисциплине, потому что вам надо запомнить, как именно каждое слово склоняет каждый падеж в каждом из трех родов. Русский синтетический язык, поэтому я и говорил, что вы не знаете русского языка. Этого более чем достаточно, и протагол считает, что этого более чем достаточно. В чем здесь проблема? Итак, чтобы ты превратил, чтобы талантливый превратился в мужественного, он должен обладать знанием, знанием о примерах, в чем проблема с примерами, обсуждали уже эту проблему. Нет. Плохой пример это пример человека, который провалился. Вы не будете, это не пример. Они могут быть неправдивыми, как история Геракли, да, да, но отсюда больше упор на поэты, тут по-другому никак. Нет, примеры, в чем проблема с примерами? Они все из прошлого, они не из будущего. Таким образом, то, о чем говорит протагор, оказывается направлено в прошлое. Стань таким, как Ахилл, стань таким, как Аякс, стань таким, как Фемистокол. И тут мы должны вернуться к Алкевиаду первому и вспомнить, в чем проблема с Алкевиадом, в отличие от всех остальных. Именно поэтому Гиппократ остается там. Открывайте снова первого Алкевиада. Что ж такое с вами и со мной, и со всем? 104b, 104a. Причину твоего высокомерного превосходства я тебе сейчас объясню. Ты утверждаешь, что тебе не нужен никто из людей, но присущие тебе величия, как телесные, так и душевные, таково, что ты ни в ком не нуждаешься. Ты считаешь, что ты первый среди людей по красоте и росту, причем для каждого очевидно, что это правда. Далее, по твоему мнению, ты происходишь за самым отважным родом в своем городе, самым великом из реческих городов и потому что есть по отцу множество достойнейших друзей и сородичей, которые в случае нужды пойдут тебе на помощь и не меньше числа столь же достойных родственников по матери. Самый же сильный из них покровитель, как ты считаешь, великолы сын Санкипа, коего твой отец заставил после себя вашему пекуном, твоим и твоего брата, ведь он не только в этом городе волен вершит все, что захочет, но и по всей Эландии среди многочисленных и могущественных варварских племен. Добавлю еще, что ты с богатой. Достаточно. 105 Б. Ты полагаешь, что если в скорости выступишь перед финским народом, а это предстоит самый короткий срок, ты сумеешь ему доказать, что достой таких почестей, каких не удоставил Санкипликал и никто из его предшественников. Доказав это, ты обречешь великую владель в городе, а уж в поле с действием во всей Эландии ты станешь самым могущественным для не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном основном цереке. Достаточно. В чем проблема с алкивиадом? Он собирается не быть как, он собирается и всех превзойти, для него не существует примеров. Именно поэтому он идет туда, точно не чтобы учиться у протагора. Ориентироваться на примеры значит быть вторичным, второстепенным. Алкивиад собирается всех превзойти, а Алкивиад собирается сам быть примером. Именно поэтому то, что предлагает ему протагон недостаточно. Смотрите, философия находится выше софистики. Что предлагает софистика одаренным людям? Быть как. То есть, стать мужественными посредством обучения через примеры, знания примеров. Философия стоит выше и ориентируется на более высокие амбиции. Знания примеров здесь недостаточно, знания примеров здесь не работает. Нужно какое-то, нужно что-то другое. Талант Алкивиада, природные наклонности Алкивиада должны быть дополнены не примерами, потому что он живет с ближайшим примером на свете, с периодом. И этот пример не работает от слова вообще. Если бы он сработал, тогда Алкивиад не был бы Алкивиадом. Философия находится выше софистики и, соответственно, может позволить себе сделать то, чего не может сделать софистика. До воспитать Алкивиада, до того, чтобы он не ориентировался, например, а был таким самостоятельным. Следовательно, философия дает нечто другое, чем знания примеров. Следовательно, философия не связана ни с примерами прошлого, прошлых философов, ни с примерами из прошлых поэтов, великих поэтов древности. Философия обращена не назад. Великие войны прошлого, великие законодатели прошлого. Философия обращена вперед. Великие войны будущего, великие законодатели будущего. За Сократом заходят двое. За Сократом и Гиппократом заходят двое. Помните? Кто? И? Униклинии. Критий. Великий воин будущего, великий законодатель будущего. В чем проблема? В том, что все это пишется и мы это знаем и находясь в этом самом будущем. Великий законодатель будущего это первый из тридцати тиранов. Великий воин будущего это первый архипредатель. Да. Фактически можно сказать архивраг. Потому что он враг для всех. И для афинян, и для спартанцев, и для персов, и для сицилийцев, и для карфагинян, и для черных африканцев, и для не черных африканцев. Он всех их собирается победить. И потому он для всех является врагом. Если он действительно достигает предела, то он ни в чем не нуждается. В том числе он не нуждается ни в наставниках, ни в государствах, ни в примерах, ни в чем. Он самодостаточен. И он поэтому является величайшей ценностью для себя самого и для всех остальных. Но тогда оказывается, что философия является второстепенной по отношению к политике и к мужеству. И мудрость оказывается второстепенной и технической по отношению к политике и к мужеству. Даже в высшей степени. То есть философия касается мужества и политики только в высшей степени. Но в этой высшей степени она все равно вторична. Хорошо. Есть у вас какие-нибудь вопросы? То есть мы еще не знаем, что такое философия, но уже потихоньку подходим к ее месту и тому, чем она занимается. Занимается крайне сомнительными вещами, поэтому все заканчивается обвинением в разращении молодежи. Потому что что я вам говорю, кроме как не развращение молодежи? Чем является то, что я вам говорю, кроме как не развращение? После того, как коснили Сократа, все равно же осталось место для философии? Да. А место для софистики в основном? Она еще практиковалась? Нет, не осталось, потому что Платон основывает академию, и софистика исчезает. В правом философии занимает место софистики, конечно. То есть по иерархии у нас получается политика и ужаса, дальше философия, дальше софистика? Софистика явно находится ниже, чем философия. Точно так же, как поэзия явно находится ниже, чем софистика. Это нормально. Точно так же, как риторика явно находится ниже, чем софистика. А еще ниже должна быть поэзия. Но при этом, если мы говорим уже о вопросах, что должно стоять выше, политика или философия, нам сейчас кажется, что ответ – политика. Открываем государство и видим, кто стоит над мужественными людьми там. Цари-философы. А-а-а. Почему необходимы цари-философы в идеальном государстве? Нет, там что-то не стоит. Нет, 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 нет. Почему они цари-то тогда? Были бы философы-советники? А? Нет, экономики там нет. Потому что, если бы их там не было, как бы выглядело это государство? Как государство военной лагеря. Чем бы оно занималось? Да. И это была бы история Фукидида, а не государство Платона. Следовательно, для того, чтобы это государство не занималось войной, сверху над политиками должны стать философы. То есть, это был бы философ один в лице. Да, да, цари-философы, да. Но если знание, как бы оно для всех, то это вытекает даже демократично. Да. То, что говорит Сократ огромному количеству юношей, среди которых не присутствует Алкевиада, но присутствует, потому что Алкевиад уже давно бежал и уже давно воюет против Афима, но среди которых присутствует Фосимах, но большинство молодых людей, из которых вообще не понимает, вы помните первую книгу государства, да? Там же совсем другие люди. Это не то, что Сократ говорит один на один Алкевиаду, это не то, что Сократ говорит Атагору, это не то, что Сократ говорит нам. Невозможно отменить одно слово Сократа из одного диалога другим словом Сократа из другого диалога. Надо понимать всегда контекст. Этих молодых людей, которые к нему, как вы помните, в первой книге государства сами пристают, сами лезут. Надо успокоить. Они успокаиваются рассуждениями о том, что такое справедливость. Для примера справедливости приводится идеальное государство. Алкевиад нельзя успокоить слово справедливости. Справедливость – это как раз-таки совершенно другая вещь. Скорее, несправедливость. Поэтому речь должна идти о совершенно других вещах. И она идет, как вы видите. Еще какие-то вопросы есть? То есть, получается, чтобы государство не принадлежало своей главе, нужны философы? Почему идеальное государство должно не воевать? Чуть иначе оно не будет идеальным, потому что война – это случай. В идеальном государстве нет места войне. Единственный способ не дать мужественным людям начать войну, поставить над ними царевичосов. То есть не дать им стать во главе государства. Не дать им стать политиками в полном смысле этого слова. Но этот способ, опять же, воображаемый. Вы понимаете, что это идеальное государство, оно именно идеальное, именно витающее в облаках. Оно идеальное не в смысле того, что оно наилучшее. Отнюдь не так. Наилучшее государство – это то государство, которое приближается к естественных целях человека. И, соответственно, естественные азархи. Хорошо. А какой естественной цели начали? Не власть? Нет, 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 нет. Естественная цель – это развитие естественных наклонностей. Есть ли у человека природа, которая выделяется? Есть ли среди толпы людей человек, выделяющийся своей природой? Нет, нет, нам только что сказано, что нет. Это природа мужества, талант к мужеству, талант к возможности быть мужественным. Ну, а кого мы с вами обсуждаем? Вы помните, какая природа у человека по фугинину тратится? С стремлением к власти, конечно. Законы нужны для того, чтобы люди могли жить вместе, потому что если законы не будут сдерживать стремление к власти, то люди не смогут жить вместе. Они могут просто убивать друг друга все время. Ну, фугини-то именно это и описывают, да. А какого преступления нет предела? Да, да, мы говорили об этом, да, 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 да. Хорошо. Если нет, тогда мы прерывемся и начнем в следующем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!